Конечно, лето для меня теплолюбо. Это лучшее время года. Но и зимой, и осенью лето для себя устроить все же можно. Благо, туроператоров много. Но и зимой можно наслаждаться. Надо только быть к ней подготовленным. Итак, как правильно подготовить нашу телегу к зиме? Элементарно замена масла своевременная. Если человек ездит не очень много, он меняет масло раз в год. Ну, в районе 5В, 30, 40. А если человек дважды, трижды в год меняет, лучше перейти на 0В, на более жидкие масла, чтобы обеспечить более надежный запуск двигателя в морозы. Минус 40. Что рекомендуем? Минус 40, ну, надежнее 0В будет. Ну и 5В при полностью исправной машине, в принципе, запуск доступен. Хорошо, человек залил нулевку или пятерку, и не заводится автомобиль. Что-то зажигает какие-то проблемы. Диагностика-то нужна рано или поздно? Ну, сейчас очень много электронных блоков в машине. Делаются диагностические проверки. Ну, даже элементарная проверка выхлопа ЦО говорит о исправности автомобиля. Исправен выхлоп, значит, там все в порядке. Если есть нарушение выхлопа, значит, есть неисправность. И вы к зиме остаетесь с поломанным автомобилем. Все эти процедуры и замену масла, и диагностику вам, а точнее вашему автомобилю проведут здесь же. Благо, для этого здесь есть все. А для неофита в комментарии уже от автостопа. Те самые магические цифры 5В40 или 0В30. Это, в общем-то, вязкость масла. Рассказывают для тех, кто еще не знает. В общем-то, автостоп уже 5 лет, он постоянно рассказывает о этой вязкости. Но, тем не менее, существует новая генерация людей, которые только-только садятся за руль автомобиля. Таких людей я встретил не так давно в здании МРЭО. Эти люди подчас женского пола. При фотографировании на права для чего-то одевают мне юбки. Ну, ладно. Это, к слову, о специалистах. Так вот, если вы все-таки только что приобрели автомобиль и выучились на права, но не знаете, что с автомобилем делать, приезжайте к специалистам. А еще зимой, когда на дворе уже темно, приятно и полезно заниматься самообразованием. Не тупо рубиться в комп и хряпать водку. Вещи, конечно, доставляющие удовольствие. А книжки читать, ну и автостоп смотреть. Альтернативная почта. Она работает? Да, к счастью, мы работаем. Причем очень успешно и количество клиентов постоянно увеличивается. Это хороший результат. Чем вызван наш сегодняшний приезд к вам по первому зову? Мы хотим обратиться к нашим потенциальным клиентам, напомнить о том, что подписка сейчас уже в самом разгаре. На некоторые издания, очень редкие, можно подписаться только до середины ноября. И дальше уже подписка будет закрыта на первое полугодие. А на какие-то издания можно до конца ноября подписаться. То есть все это время, поэтому мы напоминаем. Что нового? Это уже теперь вопрос подписчика, альтернативной почты. Новинок очень много. Если раньше у нас было полторы тысячи наименований изданий, на которые мы могли подписать людей, то сейчас у нас все издания, которые продаются, на которые можно подписаться в России. То есть это около семи тысяч в общем. И из них около тысячи на английском, немецком, французском языках. Это большое достижение для нашего города. Сейчас можно заказать любые издания, и в том числе узкопрофессиональные.